Стальные латы, увесистый шлем, щит и меч. Всё это создано по историческим образцам. Примерно так выглядел европейский воин в 13-14 столетиях. В 30-килограммовом обмундировании скоро сойдутся в поединках участники клубов исторической реконструкции. На тренировках их доспехи чуть легче, а вместо холодного оружия более мягкий инвентарь, чтобы не травмировать друг друга перед соревнованиями. В Пермь прибыли гости из Казахстана. Их клуб называется «Тимир Тумен», что значит «железный отряд». Он существует 6 лет, изучает быт и культуру тюркских народов. По словам участников клуба, на турнир они выйдут в национальных степных доспехах, которые предназначались для всадников. Вот у меня доспех, который на моем груди, это хатанга. Ну, у меня он достаточно короткий, но на самом деле хатанга – это такой здоровый, если не ошибаюсь, плащ, на котором нашиты чешуи, грубо говоря. Ребята готовятся к турниру по средневековому бою «Парма-челлендж». Он состоится 3-4 августа в Хохловке на фестивале исторической реконструкции. Проводит турнир Пермский клуб «Уральские белки». Его участники пригласили сюда собратьев по увлечению из Москвы и Петербурга, Казани и Челябинска, Омска и Красноярска. Исторический средневековый бой становится все более известным в мире. Тут складывается и свое фанатское сообщество, есть и звезды – харизматичные профессиональные бойцы. Некоторых из них можно будет увидеть в Хохловке. К нам приезжает Иван Васильев, это звезда исторического фехтования. Он был, наверное, одним из организаторов первых профессиональных боев. То есть он придумал профессиональные бои. До него бои были только, когда можно наносить удары мечом. А он как раз предложил бить руками, ногами, щитом, проводить борьбу. И бои от этого выиграли, они стали более красочными. В этом виде единоборств есть четко прописанные правила, за соблюдением которых следят судьи. В Хохловке проведут и поединки, и более массовые состязания. Еще номинации есть массовые исходы. Там тоже, получается, можно бить клинком, щитом, головой, руками, ногами. Производить борцовские приемы, броски. Если ты человека уронил, все, он уже, грубо говоря, выбывает. Участники клубов говорят, это увлечение и спортом, и историей одновременно. Посетители фестиваля в Хохловке смогут увидеть не только боевую часть Средневековья, но и побывать на ярмарке, познакомиться со старинными ремеслами. Юлия Зыкова, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.